МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самыми сообразителями в этом году оказались чиновники из Челябинской области. Там особо не стали заморачиваться и просто установили в центре елку, которую спилили у соседнего магазина. Когда у властей спросили, как же так, они ответили что-то вроде, но она все равно не должна была там быть. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. В Екатеринбурге еще веселее. Там чиновники придумали многоходовочку. Ехали они по городу и думают, огоньков как-то мало. Обратились в бизнес-центр и настоятельно рекомендовали украсить деревья возле здания. Там все сделали, гирлянды повесили, красоту навели. А через пару дней в администрации распорядились эти самые деревья срубить вместе с украшениями. Почему-то некоторые сосульки статично горят. По ним не бегут огоньки. Все это в России объясняется простой типичной фразой родителей в декабре. Не трожь, это на Новый год. Просто они не потерпели немного. Но зато потерпят школьники из Красноярска. Их к празднику решили порадовать новыми биотуалетами, которые установили прямо в коридорах учебного заведения. Видимо, чтобы дети себе ничего не отморозили. Север все-таки. Жестко, холодно, уля! Но вспомним главную фразу декабря. Потому что кабинки, конечно, поставили, фото торжественно сделали. Но пользоваться туалетами запретили, поскольку денег на содержание нет. Так что терпите, ребята. Это на Новый год. Отправимся еще севернее, на Ямал. На Дыме тоже детей решили порадовать необычными новогодними решениями. Чиновники весь декабрь наблюдали, как дети вместо горок катаются по пандусам, да по лестницам. Ну и, видимо, обиделись. Поэтому просто заварили горку на детской площадке. Но детишки не отчаиваются. У них еще есть варианты покататься. Но настоящий праздник устроили детям в Новом Уренгое. На конкурсе талантов организаторы решили не утруждаться и не разделять детскую программу от взрослой. В итоге дети получили гораздо больше эмоций, чем планировали. И на сверстников посмотрели, и узнали, как тетя на шесте умеет танцевать. Доволен ребенок? Злющая мама. Кстати, детки тоже уже вовсю готовятся к праздникам. Танцы учат. А еще, говорят, нужно быть осторожным в желаниях. Женщины в прошлом году явно что-то не то загадали. Так что в этом решили уже заранее придумать, что и как просить. Смотрю я на свое сокровище и думаю, но мужчина моей мечты. Только вот понять не могу, господи, что было в моей голове, когда я об этом мечтал. Будьте осторожны с мечтами, особенно в новогоднюю ночь. Тем временем северные мужчины уже задумываются о том, что дарить возлюбленной. И уже по традиции нашелся самый сообразительный парень. Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Я бессовестно нарвал букет из роз. Дай бог памяти, в каком это году Я не чувствовал ладонями за нос. Это все потому, что он слишком долго ждал, а ожидание с ума сводит. Особенно, когда ты красноярский школьник, смотрящий на закрытую кабинку. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.